Семилетний лорд вместе с Ильей неспешно прогуливаются по тропинкам. Обычно немецкий пинчер на улице ведет себя более резво и игриво. Сразу же выполняет команды хозяина. Сегодня учащенное дыхание собаки выдает в нем усталость от палящего солнца. Моя собака обычно плохо переносит жиру. Она становится пассивной, стремится попасть в тенек, высовывает язык, свина течет. Если вы наблюдаете учащенное дыхание, пульс, повышение температуры, угнетенное состояние, потерю координации, то это уже можно расценивать как тепловым ударом и нужно как можно быстрее обратиться в клинику ветеринарную. Хуже всего переносят жаркую погоду животные с низким шерстным покровом или без него, а также с обильным подшерстком. При этом стричь животное в жару нельзя ни в коем случае, ведь шерсть – это защита от солнечных лучей и дополнительная преграда от перегрева. Также не стоит резко охлаждать животное целиком и проводить водные процедуры. Вода – это самая первая помощь. Ни в коем случае нельзя ледяную воду использовать, нельзя полностью купать или окунать резко животное. То есть позволительно мочить живот, ну не желота, пах, лапы. Можно там мокрой тряпочкой смочить морду и ушные раковины. В зоне риска – пожилые собаки и кошки, животные с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, с излишней массой тела. 12-летняя Ленора и 11-летняя Бусинка пришли на прием к ветеринару – проверить глазки. Йоркширские терьеры живут на даче, поэтому жара им не так страшна. Однако старшей девочке из-за лишнего веса в городе все же тяжело. Поэтому врачи советуют больше внимания уделять профилактике перегревов. В первую очередь изменить время прогулок на более раннее утром и позднее вечером. Избегать асфальтовых покрытий, потому что они, естественно, более горячие. С собой всегда иметь воду для того, чтобы выпаивать животному. Ну, в общем, исключить какие-то стрессовые мероприятия, такие как стрижка, чистка ушей, когтей. Ну, переезды. Ни в коем случае не оставлять животное в машине, особенно в запертой. Оставляя в жару питомца в квартире, нужно помнить – помещение должно быть проветриваемым, а животному необходим свободный доступ к свежей питьевой воде. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов – телекомпания «Одинцова».